А кто к нам пришел? Привет, дорогая. Привет, Гена. Слушай, я так больше не могу. Работая одна, на двух работах, содержать всю нашу семью. Нет, Гена, все. Не переживай. Я сегодня целый день сидел в интернете, искал вакансии, представляешь, и нашел тебе классную третью работу. Мы теперь наконец-то сможем жить достойно. Ох, х**ная новость. Я пиздец, как рада. Мне пилочку надо новую взять. Она чуть мне как тупая стала. Возьму себе, наверное, пилочку и фрешил. Позвонишь, да, по телефончику там? Я тебе там написал. Я, наверное, за другого замуж пойду. Ну все, я оделся. Да блин, ты что, еще не готова, что ли? Ну сейчас подожди, глаза докрашу пять минут. Ух, мне жарко. Ну иди на улице подожди. Сейчас пять минут я приду, иди. Ну давай, через пять минут была. Да. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Эх, Гена. Чего? Ну что ты у меня вообще какой-то даже не романтик. Ну почему? Ну потому что вон у Маринки муж, подружки моей, получил зарплату. И на все деньги ей купил. Цветы, шампанское, фейерверки. Устроил ей романтик. А ты? Да, Гаря, давай, пусть я собирайся. Там нас внизу ждет машина, лимузин. Поехали. Да. Я заказал в гостинице для нас президентский номер, заказал ванну шампанского, заказал романтический ужин. А вечером после всего нас ждет огромный крутой фейерверк на весь город, представляешь? Ты где деньги-то взял? Ну я же сегодня зарплату получил. Ну что, ты всю зарплату потратил? Ну да. Как? Блин, ну почему у всех мужья, как мужья, мне это досталось? Слушай, иди ты в баню со своей романтикой. Пойду с мужиками в гараж. Вот, дорогая, привет. Девочка, привет. Что там случилось у тебя? Да я у мамы в гостях, а у нас почему-то компьютер никак не включается. Что нам делать? Да ты что? Так, слушай, а там системный блок есть, такой большой ящик, знаешь? Угу. Изу стола стоит, и там кнопочка большая. Ты нажимала на нее? Да, нажимала. Так, а от нее должен идти шнур. Посмотри, он включен на зеркал? А, сейчас проверю. Мам, принеси фонарик. А фонарик-то зачем? Ну как зачем? Не видно, нам же свет отключили. Вот, и стало скучно. Мы думаем, сейчас киношки посмотрим, а компьютер не работает. Что ты думаешь? Лё. Ну, здравствуй, Супермен. Че, где шлялся Супермен? Жать-то хочешь, Супермен? Че Супермен-то, Супермен? Че там у тебя полстинку, что ли, заела? Так нет. Ведь только Супермен одевает поверх своих штанов. Трусы! Мам, мам, я говорю, уволят. Я тут помидец работать ехал. Ой, Геночка, привет. Что такое? Что случилось? Да начальник, сука, бесит уже меня на работе, представляешь? Ну, никакого спаса, никаких сил от него нету, блин, вообще. Блин, ну, может тебе делать так же, как вот мне мой психолог советует. Ну, а как он, ну, что делает-то? Ну, вот смотри, человек, который тебя бесит, ты ему пишешь письмо. Вот. А потом сжигаешь его. Ага. А без него сжигаешь его. Ну, че? Бабулька тебе пирожков напекла. Ой, да пойдем покушаем. Хер ты мой компьютерный. Бабуль, ну сколько тебе раз говорить? Ни хер, а хакер. Хакер я. Хакер? Да. Любимая, там, честно, на твой телефон придет номер с цифрами. Продиктуешь мне, пожалуйста? А, сейчас. Так, пришел. Ну, давай, диктуй, я записываю. Ага, так. Че? 50 тысяч? Ты че, охренел, что ли? Я с кем покупаю на танчик? Он так простолстый, я за скидкой беру бакси. Какой танчик? Значит, мой юбилей в ресторане отметить это дорого. Ты че бери на охренел, что ли? Танчик за 50 тысяч, блин. В жопу себе его зашуй. Вчера меня пригласили на вечеринку. Я ел вкусную еду, пил крутое крафтовое пиво, слушал классную музыку и вообще шикарно провел время. А все потому, что я никуда не пошел, а остался дома. Вот так вот. Знаешь, Гена, что? Меня это все достало. Мое терпение, лопнула. Забирай свои вещи, нахрен вали отсюда, понял? А это че, все, что ли? Нет, на. И теперь Доби свободен. Ген, Ген, иди сюда. Че такое? Хочешь, я тебе прикол покажу? Давай, покажи. Показать? Короче, смотри, ты вот берешь вот так вот, руку вот так вот, делай пальцы, вот так сделай пальцы. Вот, да. Теперь один палец клади туда к полу, ну, возле косяка вниз, вниз вот клади. Дай палец или вот это какого? Без разницы, как тебе удобно. Вот так. Не, один, один, один наверх. Так, да? Да. И вот теперь вот так вот отмеряй 6 раз, надо 6 раз сделать, отмерить. Раз. Два. У тебя точно так? Три. Четыре. Пять. Шесть. Вот так вот, да? Ну, у тебя так 6, да, получилось? Ну, да. Теперь вот на это место надо поставить, запомнил где? На это место тебе нужно поставить коленку. Одна нога стоит на полу, а коленку туда ставишь, на эту точку. Какую коленку? Эту или эту? Ну, вот, ну, которая ближе к косяку, как ты поставишь тут? Вот так вот, да? Да, вот так вот, вот так встаешь. Да. Вот. И что, в чем прикол там? Ну, вот так теперь собачка писает. Ну, да. То есть, с вашим тиктоком вы уже совсем уже челкнулись. С вашим тиктоком. Ну, тут узнал, как собачка писает. О, дорогая, а ты помнишь фильм, где Шерансон сидит на столе на допросе и перекидывает ногу на ногу? О, этот сроту он помнит? А куда свои очки кладет? Постоянно у меня спрашивает. Блин, точно, с этим где я не видела их? Где, где? На бороде. Нету. Дубная фея, умоляю тебя, принеси мне хотя бы пятикаточку. Кен, ты чего? Это же не так работает. Да я думал прокатить, но вот так вот. Нет. Ты чего надумал? Ты чего? Может быть так? Серега. Какой Серега? Ты чего? Я чихнула. Да бывший твой Серега. Опять какую-то тему поднимаешь со своим бывшими, блин. Да я просто чихнула. Да ничего, ты просто не чихнула. Ты говоришь, Серега, Серега. Блин, достал меня с тем, уже бывшим Серегой, блин. Ты куда? Пойду, блин, разве я немножко меня довела до белого коленя. Я уже не мог у меня трясать твоих Серег, блин. Пацаны, ну все, я к вам еду. Скиньте меня без бара. Скоро буду. Давай, поживите. Ага. Ген. А? Слушай, ты бы вот сходил к нашему соседу, поговорил с ним. Зачем? Да он ведет себя как-то непонятно, понимаешь? Вот ты, когда уходишь только из дома, он сразу прибегает к нам и начинает у меня просить какой-нибудь инструмент. То-то отдать, то другое. А сам при этом идет как-то странно. У меня такое ощущение, что он меня соблазнить пытается. Ай-яй-яй-яй. Слушай, аж жена твоего тоже странная такая. Как ты за порог, она тут же прибегает. И надо ей то соль меня бросить, то, знаешь, там, то телефон какой-то ей надо подсказать, то у нее там что-то потекло, то еще что-нибудь. Слушай, она меня как будто соблазнить хотела. Хм. Что это могло бы знать? Что это значит-то, а, блин? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Блин, это что, опять вчерашний суп, что ли, у нас? Слушай, знаешь, что, если тебе что-то не нравится, иди вон к соседке, пусть она тебе борщи там варит и ублажает тебя. А если тебе что-то не нравится, иди вон к соседу, пусть он тебе гвозди заколачивает, дырки делает и массажики. Да? Что ты говоришь? Тогда игровую приставку я тоже соседу подарю, понятно? Ну и дави. А я твое кольцо с бронянным соседке подарю. Да что вы говорите? Ну, я... Так, где у нас тут наша Людмила-то, клиентка-то? А, вот, ага. Людмила Петровна, добрый день. Добрый день, Геннадий. Людмила Петровна, давайте вот в любимый цвета для нашей кухни, ну, для вашей, и я отдам ее в производство уже. Ну, Вера будет белый, не сиреневый, и фарточек не забудьте. Я вам перезвоню. Да-да, я понимаю, я, похоже, не вовремя позвонил. Ну... До свидания. Вижу, времена страшные. И люди как будто в намордниках ходят. А кто не ходит, того избивают. И сажают куда-то, увозят на машинах. И люди друг друга боятся. И какие-то цифры им присваивают. Какие-то коды, что ли, без которых они никуда идти не могут. Никуда не заходить, никуда не выходить. А самое страшное, что люди все дела свои побросают. И начнут всякую хрень в интернете смотреть.